Секс, чай, БЦА. О том, как эти и многие другие вещи влияют на твоё здоровье, ты узнаешь, если подпишешься на канал Кип Лукс. Кип Лукс. Полезно для жизни. Патриоты рекомендуют. Ладно, теперь что у нас? Вот кто у нас здесь сегодня на трене пришёл. Потому что погода хорошая, и нас много. Сани опять нет. С нами сегодня. Но ему лучше. Зато у нас есть гость из Сибири. Опа! Здорово. Поскольку тебя никто не знает. Меня зовут Сергей, я из Новосибирска. Вот здесь на командировке, но заехал на тренера. Круто. А чем ты помимо воркаута в реальной жизни занимаешься? Я аспирантуру заканчиваю. Научный сотрудник. Вот такие вот у нас учёные. Не только Михалыч и Макс. Окей. Говорят, ты делаешь 100 на брусьях. Да. Поэтому тема сегодняшней тренировки 100 на брусьях, ребят. Будем учиться у Серёга. Расскажешь нам? Конечно. Круто. Круто, круто, круто. Это круто, это круто. Все довольны, все довольны. Все довольны, все довольны. Ты доволен? Я только пришёл. После размеченных подтягиваний мы делаем отжимания на брусьях. Опять попытаюсь сделать лесенку 10, 20, 30, 40, 50. При этом не сдохнуть. И мы добавим небольшой такой вот твист в эту тему. Сейчас покажем какой. Брусья. Давай, тащи! Тащи! Молодец. Молодец. Здесь ещё главное правильно дышать. Вот такая вот тема, то есть после каждых 10 повторений вы проходите в другой конец брусьев. Делаете. И потом идёте обратно тоже спиной. То есть каждые 10 повторений проходка. 10 повторений проходка. Попробуйте. Я рассказывал о том, что я обычно тренирую брусья в конце тренировки. То есть я делаю полную тренировку на элементы. Тренирую обычно флажок. Ласточку на одной. Может ещё какие-нибудь вещи. А потом иду на брусья. Как бы делаю там перерыв где-то минуты 3-5. После этого тренирую брусья. И отлично получается, если в конце тренировки плюс к выносливости в итоге. Мы не умеем делать флажок. Такой деловский момент. Если вы тренируете базу обычно на тренировке, то потом брусья уже будет не так. Если вы целенаправленно хотите потренировать брусья. А если вы тренируете элементы, то брусья отлично можно тренировать после. Да поделать тоже. Чтобы на ком-то отрабатывать методики. На тебе? Ну давай. Не, можно на ком-нибудь ещё. Но я думаю на тебе раз ты делаешь. Наверное побольше многих. Хорошо, Миша, возьми, снимай. Когда ты достигнешь сверху, там выключай. Сначала рассмотрим просто видео отжиманий на брусьях. Как можно немного по-разному делать. По-честному делать, если полностью выполнять руки, 90 градусов локти сгибать внизу. Логи ровно, вместе. Есть фактически два таких модификации. Одна на трицепс, когда вы будете немного уходить вперёд. Основная нагрузка будет на трицепс. Локти заводить назад. При этом тело, оно немного наклоняется. И вы делаете с наклоном. Другая, если вы делаете полностью тело перпендикулярно земле, опускаетесь вот так, немного разводя локти в сторону. В таком случае нагружаются больше грудные и передние дельты. И трицепс нагружается намного меньше. Есть ещё варианты? Да, я не знаю, остальные варианты, чтобы были зачётными. Можно где-то между делать, но примерно так. Суть в начале всё равно лучше всего делать какой-нибудь подход на максимум, или близкий к максимуму. Давайте какую-нибудь тренировочку на Антоне и проверим. Я сейчас сдохну. Смотрим, мячок для опыта. Попробую сделать 30 безостановочный. После этого не слайд. Попробую сделать 30 безостановочный. Ну окей. Дельта, это вот этот вот пучок, который вот здесь. 33 уже. Стой, 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 остановись. Остановись. Да, там 3. Не спеши, 30, я же сказал. 35 уже. Теперь отдыхай, считай до себя, до 5 и делай один раз. Так, ещё 5 секунд отдыхай. Что-то я смотрю, так тихо стало. Делай один раз. Девчонки пришли. Ещё. Ну вот так типично делают грузия, да? Примерно таким образом. То есть делают раз там 30-40, может потом ещё максимум 10 дотягивать. Потому что на самом деле сдаются. Просто психологически сдаются. Нужно чувствовать, какую цифру ты хочешь сделать. Это самое важное. То есть с каждой тренировки там пытаться сделать максимум, например. И на следующей тренировке, если вы там сделали, скажем, 40, то следующая ваша цель должна быть 45. Вы приходите на следующую тренировку и пытаетесь сделать именно 45. И никаких отговоров. То есть вы делаете, вам кажется, тяжело, вы всё равно. Ну, отдыхаете, ждёте, ждёте. И вот пытаетесь сделать. И пытаетесь все силы вкладывать, чтобы держаться на брусьях, не падать. Потому что он не просто вот не кончились у него силы, он там их не вытянул. Не получилось, что он там вытягивал его, сорвался. Вот тогда это значит силы кончились. То есть если он вот так сделал и потом сдался, это значит сдался. Значит, вы могли сделать больше. Просто чтобы сэкономить время на видео. Запустим. Не, но я хотел, чтобы он как бы потренировался. Ну, какие методики тренировки, например? То есть в первую очередь это максимум. То есть делать просто подходы на максимум. Можно там... Ну, если у вас тренировка по базе, то в конце не очень, конечно, хорошая идея. Но если по элементам, то нормально. Делайте на максимум и именно пытаетесь достичь большего максимума, чем у вас был раньше. То есть какой-нибудь круглой цифры, там, например, с точностью до 5, там, 40, 45, 50 и так далее. И каждую тренировку вот пытаетесь достигнуть этой цифры, там. Вы будете замечать, кстати, если что, у вас она легко достиглась, что дальше вы резко не сможете сделать. То есть, вы, скажем, 45 хотели сделать, 45 сделали и даже как бы непонятно, сколько сил у вас осталось на остальные. Возможно, вы бы могли сделать 47, но раз вы цель себе поставили 45, вы больше даже вряд ли сделаете. Ну, примерно в таком режиме каждый пытаться день делать, как можно чаще делать тренировки. И не нагружаться, то есть не делать много подходов. Это не поможет на максимум поднять. Нужно делать буквально там один подход, но именно целевой. И все вот. Таким образом можно поднять количество. Я думал, где-то до 50, до 60. Может, даже немного больше. Дальше я разрабатывал выносливость уже немного другим методом. То есть, я делаю сотку каким образом. Где-то 50 я делаю без остановок, а дальше я делаю уже с паузами. Встал. Сделал. Сделал. То есть, небольшие паузы. Суть в том, чтобы вначале делать как можно с большей скоростью отжимания на брусьях, а дальше именно концентрироваться на том, чтобы держаться на брусьях и никуда не уходить. Чтобы вот, силы не кончались и восстанавливаться. Каким образом это можно тренировать? Например, таким образом. Делайте вот 5 раз безостановочных, в быстром темпе. А потом 5 раз остановочные и считаете, допустим, до 5. То есть, по 5 секунд делаете паузу. И вот не халяйте, то есть, не делать, не нужно делать там 2 секунды паузы, там минимум. Нужно именно высчитывать эти 5 секунд, чтобы именно держаться, чтобы у вас было ощущение, что вам тяжело держаться, но нужно держаться. Будет ощущение, что легче сделать отжимания, чем держаться. Нужно именно вот на этом ощущении пытаться дальше делать. Таким образом, вы делаете 5 плюс 5, следующий подход делаете 10 плюс 10, дальше 15 плюс 15, и дальше сколько вы сможете сделать. Вот такого рода тренировки, они помогут вам очень сильно увеличить выносливость и увеличить в итоге количество на максимум Можете в самом начале делать подход на максимум, то есть примерно в таком же режиме или как хотите, или как у вас удобнее выходит Я рекомендую делать их в таком же режиме, в районе максимума То есть, например, если вы делаете 50, то делаете 25 плюс 25, попробуйте сделать, а дальше вот такой лесенкой Если лесенку вам по 5 прибавлять легко, то делайте там 10 плюс 10, 20 плюс 20, 30 плюс 30 и так далее А перед первым подходом на максимум разогревочный подход? Разогревочный подход, ну буквально там раз 5 чисто, чтобы технику брусьев вспомнить, чтобы все, не надо там особо разогревочных много делать Да, ну я где-то вот раз 10 делаю именно скоростных разогрев в начале, после этого делаю там максимум для тренировки Вы знаете, что-то ощущение такое, если быстро разгибаешь прям руку, то чувствуется в плечо тянет Нет Нет такого? Нет У меня есть Ага Я еще поэтому не люблю быстрить, ну я стараюсь быстро разгибать Но... Нет, я когда делаю быстро, я обычно стараюсь, если как бы нет ограничений, делать быстро на трицепс Да То есть немного заводить локти назад, заводишь локти назад, немного вот так уводишь тело немного вперед и вот с трицепсом себя вдавливаешь То есть на плечи нагрузка снижается, основная нагрузка на трицепс и все Сейчас тоже попробуем Потому что если вот так делать как бы на плечи, то на плечи нагрузка довольно серьезная и поначалу, если вот не привык к такой нагрузке, то на плечи нагружается и там весь плечевой сустав довольно сильные нагрузки испытывает Я тут малость касаюсь пола То есть низкие брусья Да По-моему, Саня даже медленнее делает, да? Ну, Саня примерно на таком же темпе делает, немножко техники другая просто На самом деле, чем быстрее делаешь, тем лучше Первую вот эту часть максимума брусья, которую делаешь, если остановишь, ее нужно делать максимально быстро Да Потому что фактически там решает время, если будешь делать медленнее, сделаешь меньше Актуальный вопрос по поводу дыхания Да А как удобно То есть ты просто дышишь? Да, просто дышишь То есть там как бы нет такого жесткого, что нужно там вдох, выдох, время как бы подышать есть Ну, когда делаете быстро, то старайтесь, конечно, аккуратненько дышать на выдох Ты на каждом, да, повторении делал, дышишь? На каждом повторении, да Ну, примерно, я даже не слежу особо На подтягиваниях, да, я стараюсь там по жестче нагрузке, получается Когда очень быстро в начале делаешь, там в начале как-то не особо дышишь, может даже не очень так, не на каждый раз А потом, когда вот уже последний, там, безостановочный, то я думаю, четко нужно дышать То есть на каждый раз по выдоху Нет Дополнительная нагрузка упражнений Вперед! 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 Прям грудак и трицепс прокачивает Все хорошо Как впечатленится? Тяжело Забивается? Да, очень тяжело И это хорошо Ты по сколько делаешь, по 10? По 10 Но еще больше сделал, потому что на камеру делал Правильно, на камеру надо больше делать Полочку забарал! Это ты молодец! Чем? Собственно, вот третье упражнение сегодня Это опять отжимания С ножками С узким положением рук Сегодня еще уже, чем на прошлой неделе Чтобы еще больше включался трицепс Может делать сами, может попросить кого-нибудь подержать ноги, чтобы было тяжелее Но суть в том, чтобы сделать 10 подходов по 10 повторений в сумме сотка Вот так Вот такая вот у нас была тренировочка сегодня У нас сегодня был Сергей Сергей из Новосибирска, который рассказал нам, как увеличить количество на брусьях Я надеюсь, эта информация вам оказалась полезной В будущем мы постараемся больше людей притаскивать на площадку Коля до сих пор отжимается после урока Сергея Коля все еще отжимается Коль, как тебе помогли советы? А я как всегда прослушал Я посмотрю на видео Вот Еще одна польза нашего видеоблога, друзья Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Кидайте видео к друзьям, которые хотят научиться отжиматься на брусьях И приходите в нескучный сад Дай бог на следующей неделе будет снег И у нас будет крутое снежное видео со снеговичками Всем пока! Снимают Когда вы смотрите это видео Надеюсь, мы еще принимаем участие в конкурсе Фабрика идей от Министерства здравоохранения И нам нужна ваша поддержка Поэтому пройдите по ссылочке вот здесь И оставьте свой голос за воркаут Если вам нравится наша идея Если вам нравится то, что мы делаем И если вы хотите, чтобы следующие видосы Выходили в более высоком качестве Спасибо!